Решение квадратных уравнений Давайте вспомним, что квадратным уравнением мы называем уравнение вида ax² плюс bx плюс c равно 0, где a, b и c являются некоторыми действительными числами, а x является переменной или неизвестной. a не равно 0. a, b и c – коэффициенты квадратного уравнения. a мы называем первым коэффициентом, b – вторым, а c – свободным членом. К примеру, если рассмотрим уравнение 3x² минус 5x плюс 1 равно 0, тогда 3 – первый коэффициент, минус 5 – второй коэффициент, а единица является свободным членом. А теперь давайте выведем формулу корней квадратного уравнения. Итак, рассмотрим квадратное уравнение вида ax² плюс bx плюс c равно 0, где, естественно, a не равен 0. И вспомним формулу сокращенного умножения квадрат суммы x плюс y в квадрате равен x² плюс 2xy плюс y в квадрате. Сейчас у нас задача. Мы должны выделить квадрат двучлена из данного трехчлена. Как мы это сделаем? Воспользуемся данной формулой, а именно правой частью. Давайте разделим наше квадратное уравнение на a, чтобы вы увидели x² в самом начале уравнения. Итак, разделили на a, получаем x² плюс b делить на ax плюс c деленное на a равно 0 делить на все, что угодно, получаем 0. Далее мы видим x², следом идет 2 умноженное на x умноженное на y. Мы видим только x, у нас нет двойки, а значит мы должны записать двойку, чтобы увидеть данную формулу. Так и поступим. x² плюс 2 умноженное на x, далее y. y у нас является выражением или дробью b делить на 2a. b делить на a мы видим, откуда взялась двойка. Когда мы перемножили на 2, ее не было, а значит, чтобы она сокращалась, записали 2 и в знаменателе. Тогда мы возвращаемся к исходному уравнению. И понимаем, что дробь b делить на 2a является y из нашей формулы сокращенного умножения. Далее идет y². Значит, мы должны возвести в квадрат дробь b делить на 2a. То есть, так и запишем, b деленный на 2a в квадрате. Данного выражения также не было в нашем исходном уравнении. Следовательно, мы если прибавили некоторое число, то для того, чтобы всегда возвращаться к исходному уравнению, должны отнять такое же число. То есть, запишем минус b деленное на 2a в квадрате. И запишем то, что было. Наш свободный член плюс c делить на a равно 0. Что мы от этого выигрываем? Обратите внимание на данный трехчлен. Здесь мы видим правую сторону, часть нашей формулы сокращенного умножения. Значит, мы можем представить его в виде x плюс y в квадрате. В нашем случае x плюс b деленное на 2a в квадрате. А все остальное запишем как есть. Можем раскрыть скобки здесь и записать b в квадрате деленное на 4a в квадрате. Ребята, бояться ничего не надо. А, b и c, как мы уже с вами знаем, некоторые действительные числа. А значит, все это можно представить в виде одного числа. Так и поступим. Давайте, так как данные дроби являются некоторыми числами, приведем к общему знаменателю и запишем справа нашего уравнения. То есть, получим следующее. Общий знаменатель 4a в квадрате. В числителе получаем b в квадрате минус 4ac. Вы видите знак минус перед дробью. Если переместим в правую часть уравнения, получим такую же дробь со знаком плюс. Сейчас давайте числитель данной дроби, выражение b в квадрате минус 4ac, для того, чтобы было нам проще дальше записывать, заменим на дубоку d, что и называется дискриминантом. И запишем наше уравнение следующим образом. Также хочу повторить, что справа вы видите некоторое число. И это число должно быть неотрицательным. Почему? Так как слева мы видим квадрат выражения. А квадрат выражения не может быть отрицательным. Поэтому рассмотрим три случая. Когда число d, наш дискриминант, является положительным, когда он равен нулю, когда он отрицательный. Итак, если число d, наш дискриминант положительный, тогда x плюс b деленное на 2a равен данной дроби, взятой под квадратный корень со знаком плюс и со знаком минус. То есть то, что вы видите. Если мы плюс b деленное на 2a переместим в правую часть, то вы увидите корни нашего квадратного уравнения. Итак, первый и второй корень минус b плюс минус корень квадратный из дискриминанта делить на 2a. Да, мы можем показать по отдельности каждый из двух корней. Первый корень пусть будет минус b плюс корень дискриминанта деленный на 2a. Второй корень минус b минус корень квадратный из дискриминанта делить на 2a. Второй случай. Если дискриминант равен нулю Представьте, слева стоит квадрат выражения Справа ноль Значит возникает вопрос Квадрат какого числа равно нулю? Конечно же нуля Значит само выражение данной скопки должно быть равно нулю То есть х плюс b деленное на 2а равен ноль Отсюда получаем, что х равен минус b делить на 2а Вот так вот выглядит корень квадратного уравнения В случае если дискриминант равен нулю И наконец третий случай Когда дискриминант является отрицательным числом Так как a, b и c некоторые действительные числа То данное выражение b квадрат минус 4ac Может быть и отрицательным То есть со знаком минус То в данном случае мы не можем получить решение нашего уравнения Так как квадрат некоторого числа не может быть равно отрицательному числу Обратите внимание В знаменателе у нас написано 4а в квадрате И мы знаем, что а не ноль Данное выражение, данное число является всегда положительным Если дискриминант отрицательный Отрицательное число делить на положительное Мы получаем отрицательное число А квадрат некого числа не может быть отрицательным Вот поэтому в случае, когда дискриминант отрицательный Мы не можем получить корни уравнения Уравнение не имеет решения Задание. Найдите количество корней, определив дискриминант данного квадратного уравнения. У нас есть три квадратных уравнений. Мы должны узнать, сколько корней у каждого из заданных квадратных уравнений. Начнем вычислять дискриминант. Итак, коэффициенты a, b и c. a равен 5, b равен минус 3, c равен 2. Дискриминант b в квадрате минус 4ac, минус 3 в квадрате, минус 4 умноженное на a и на c, на 5 и на 2. Вычислив, получаем минус 31. Дискриминант отрицательный, следовательно, у нашего квадратного уравнения нет корней. Второе квадратное уравнение. 2х в квадрате минус 5х плюс 1 равно 0. Точно так же, как и в предыдущем примере, давайте выпишем коэффициенты a, b и c. a равно 2, b равен минус 5, c равен единице. Дискриминант b в квадрате минус 4 умноженное на a умноженное на c равно 17. 17 положительное число, а если дискриминант положительный, тогда у нашего квадратного уравнения есть два различных корня. Следующее квадратное уравнение. Здесь коэффициент a минус единица, b 4 и свободный член c равен минус 4. Дискриминант b в квадрате минус 4ac. Получаем следующее числовое выражение, которое равно 0. А если дискриминант равен 0, у данного квадратного уравнения есть один корень. Решите данное квадратное уравнение через дискриминант, естественно. Давайте выпишем коэффициенты a, b и c. И дискриминант b в квадрате, то есть минус 5 в квадрате, минус 4 умноженное на a на 7 и на c на минус 2. А минус 5 в квадрате 25, 4,7, 28, на минус 2 получаем минус 56. Данный минусом подает нам плюс 56. Получаем в сумме 81 или 9 в квадрате. А значит корни будут следующие. Первый корень минус b, то есть минус минус 5, плюс корень квадратный из дискриминанта, делить на 2а, дважды 7. Получаем минус минус плюс 5, корень из 81, 9, 5 плюс 9, 14, дважды 7, 14. 14 делить на 14, получаем единицу. Второй корень. Просто должны поменять знак в числителе. Плюс на минус. Все остальное остается. Минус минус 5, то есть плюс 5, минус корень из 81, 9, 5 минус 9, получаем минус 4, дважды 7, 14. Сократим, получаем минус 2 седьмых. Решили наше квадратное уравнение и нашли корни. Решим следующее квадратное уравнение. Также выпишем коэффициенты. Коэффициент а, единица, b, минус 3 корня из 5, c, 20. Дискриминант b в квадрате, то есть минус 3 корня из 5 в квадрате, минус 4 умножить на а, на единицу, и на c, на 20. Минус 3 корня из 5 в квадрате, получим 9 умножить на 5, то есть 45, 4жд, 20, 80. 45 минус 80, минус 35, то есть отрицательное число. Дискриминант отрицательный, а значит у нашего квадратного уравнения нет корней. 3х минус 1 умноженное на 3х плюс 1 минус 2х умноженное на 1 плюс 4х равно минус 2. Нужно решить данное уравнение. Оно является квадратным. Раскроем скобки и убеждаемся, что наше уравнение квадратное. Давайте упростим наше уравнение, получим следующее квадратное уравнение. Из квадрата минус 2х плюс 1 равно 0. Вычислим дискриминант коэффициенты a, b и c, единица минус 2 и единица соответственно. Дискриминант b в квадрате минус 4ac дает нам 0. А значит у нашего квадратного уравнения 1 корень, который выглядит следующим образом. Минус b минус минус 2, 2 деленное на 2а. Дважды единица 2, 2 делим на 2, получаем единицу. Мы могли также увидеть в данном трехчлене квадрат разности. А минус b в квадрате, x минус 1 в квадрате. И решив таким образом мы все равно получили бы корень, x равно единице. При каком p уравнение имеет 1 корень? В случае, когда дискриминант равен 0. Итак, выпишем коэффициенты a равен p, b минус 2, c 2p. Дискриминант b в квадрате минус 4ac, то есть минус 2 в квадрате минус 4 умноженное на p, умноженное на 2p. Получаем следующее выражение 4 минус 8p в квадрате. Наш дискриминант должен быть равен 0 для того, чтобы у нашего квадратного уравнения был 1 корень. А значит, приравняем к 0 данное выражение. Получим 4 минус 8p в квадрате равно 0. Отсюда p в квадрате равен 1 и 2. А значит, p плюс минус корень квадратный из данной дроби. Или 1 делить на корень из 2 и минус 1 деленное на корень квадратный из 2. Вот при таких значениях p у нашего квадратного уравнения будет 1 корень. Ребята, на этом наш урок завершен. Сегодня вы научились решать квадратное уравнение с помощью дискриминанта. Я желаю вам всем полезных знаний. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok